Всем привет! Сегодня в выпуске. Компания BMW официально показала свой флагманский кроссовер X7, который появится на рынке уже в начале следующего года. Производство BMW X7 налажено в США на одной линии с кроссоверами X5 и X6. Новая модель ожидается на российском рынке уже в марте 2019 года. С рядными шестерками, безальтернативным восьмиступенчатым автоматом и полным приводом. По своим габаритам X7 решил посоревноваться с закрепившимися в этой нише кроссовер Merend Rover и Mercedes GLS. Длина машины 5151 мм против 4 999 мм у стандартного рейнджа и 5 130 мм у Mercedes. По размеру колесной базы внедорожная «семерка» тоже впереди. 3105 мм, тогда как у конкурентов 2 922 и 3 075 соответственно. Гигантомании X7 пропитан насквозь. У него огромные нодри радиаторной решетки и здоровенные задние двери. Базовые колеса имеют посадочный диаметр 20 дюймов, а за доплату можно заказать катки на 21 или 22 дюймов. Однако технически это лишь усовершенствованная версия нового BMW X5. У них даже ширина почти одинаковая – 2000 мм. То есть силовая структура кузова, серьезного унифицированного. Набор моторов у BMW X7 такой же, как и у модели X5. Открывает гамму версия X-Drive 30D с трехлитровой дизельной шестеркой мощностью 265 л.с. Следом идут бензиновые X-Drive 40i, 3 литра 340 л.с. и X-Drive 50i, 4,4 литра 462 л.с. А венчает семейство BMW X7 двигатель М50D с четырехнадувной версией дизеля объемом 3 литра и мощностью 400 л.с. Стандартная комплектация богаче, чем у X5. Она включает обивку сидений, кожу и вернаска, четырехзонный климат-контроль, электропривод передних сидений и панорамную крышу. А и без того богатый набор опций, дополнен новыми позициями. Экраны развлекательной системы предложены не только пассажирам второго, но и третьего ряда. Также BMW X7 предлагает пятизонный климат-контроль, которого пока нет у конкурентов. От X5-8 также досталась двустворчатая дверь багажника. Электропривод есть как у подъемной части, так и откидного борта. Объем отсека у 326 литров за третьим рядом сидений до 2120 литров со сложным вторым и третьим рядами. Все модификации имеют восьмиступенчатый автомат и полный привод с многодисковой муслой подключения передних колес. Помимо адаптивных амортизаторов, которые есть у всех X5 нового поколения, в стандартную комплектацию 7-ки включена пневматическая подвеска. Но за активные стабилизаторы и адаптивный рулевой механизм все равно придется доплачивать. Предусмотрены также пакеты M-Sport и Offroad. Несмотря на то, что продажи начнутся в следующем году, цены на российском рынке уже известны. За базовую версию X-Drive 30D придется отдать минимум 5 миллионов 830 тысяч рублей. Вариант X-Drive 40i оценивается в 5 миллионов 990 тысяч. А BMW X7 M50D стоит 7 миллионов 490 тысяч рублей. Модификация X-Drive 50i с бензиной восьмерки в России пока не планируется к продаже. Крупнейшим рынком для BMW X7 конечно же станет Америка. Но в российском офисе компания рассчитывает и на хороший спрос в России. Ну а на сегодня все. Если вас интересуют технические новинки отечественных и зарубежных производителей, необычная техника и автомобили, подписывайтесь на канал, жмите колокольчик и будьте в курсе последних событий. До новых встреч! Продолжение следует...